Чтобы научиться петь, нужно много тренироваться. Практически это такие же занятия спортом, как если бы вы ходили в спортзал и занимались фитнесом. То есть, это мышцы, их нужно тренировать. Конечно, мы не можем их тренировать в спортзале, поэтому для вокалистов есть упражнения, они называются распевки. И для каждой составляющей вокального аппарата, то есть для резонаторов, для горла и для дыхания, есть свои распевки. Чтобы приступить к распевкам, нужно сначала выяснить тип вашего голоса. У женщин и у мужчин они абсолютно разные. У мужчин есть низкие и высокие голоса. Низкие – это басы, баритоны. Высокие голоса – это тенора. У женщин гораздо больше подразделений типов голосов. Это и мессо-сопрано, и сопрано, колоратурные сопрано, самые высокие голоса. Поэтому, чтобы выбрать распевки, нужно определиться с диапазоном вашего голоса. Для этого нужно попробовать начать с самого низа. Вот какая самая низкая нота у вас звучит. Определить ее и от этой нотки постараться чуть повыше начать распеваться. Даже если вы стесняетесь спеть, мы сможем определить тип вашего голоса по тому, как вы разговариваете. Поэтому, чтобы примерно понять, кто вы с вокальной точки зрения, нам достаточно услышать ваше аудиосообщение. Вот, например, я бас, я говорю в тесситуре, вот в этих нот. Вот мне удобно в обычной жизни говорить примерно вот в этой тесситуре. В то время как Никите это будет слишком низко, он будет давиться, потому что он тенор, он гораздо выше использует тесситуры для разговора. Конечно, потому что все мы стараемся говорить в той тесситуре, в которой нам удобно. У меня нет причин лезть в Сашины низкие ноты и пытаться изобразить у себя баса. Зачем? Я могу говорить как тенор, петь как тенор и прекрасно себя чувствовать. Конечно, бывают исключения. Бывают, что люди с низкими голосами разговаривают в высокой тесситуре, ну, в разумных пределах. И наоборот. В общем, то же самое и у девушек. Просто запишите свое сообщение, этого уже будет достаточно, чтобы понять тип вашего голоса. Переключаемся. Конечно, Михаил Давыдов уже ждет и хочет поделиться с вами ценной информацией. Михаил Владимирович. Михаил Владимирович. Специально для вас мы подготовили распевку, которая будет вам полезна, а нам приятно. Итак, для басов и баритонов мы пишем вот такую распевку. От этой нотки. Ви-ва, 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 ви-ва. Ви-ва, 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 ви-ва. Не случайно эта распевка совпала с названием нашей группы и нашего вокального курса. Смотрите, звук Ви и буква И. Очень хороши для того, чтобы вы почувствовали, как звенит ваш резонатор. Скулы, нос. Это должно прям до щекотки доходить. А слог Ва как раз открывает горло и помогает свободно выходить голосу и попадать в резонатор. Высокие голоса сопрано и кенора начинают ту же самую распевку с нотки Ре. Вот отсюда. На самом деле, вы можете сами установить себе темп, в котором вам удобно будет петь эту распевку. Может быть, чуть быстрее, может быть, чуть медленнее. Главное, чтобы вы попадали в нотки на этом распевании. Эту несложную распевку можно повторять как гимнастику с утра каждый день. Ви-ва, 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 ви-ва. Наверняка не каждый из вас сможет сразу справиться с такой сложной распевкой. Но к концу нашего курса вы уже будете более уверены петь эти и многие другие распевки. Друзья, если вам сложно, мы предлагаем вам более упрощенный вариант. Конечно. Не обязательно петь все эти ноты. Достаточно удержаться в тоннальности. Правильно, мы можем спеть. Да. Ви-ва, 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 ви-ва. Начните с этого, если вам сложно исполнить сюрпевку от начала до конца. Пробуем. Ви-ва, 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 ви-ва.